Всем большой привет и добро пожаловать на наш канал просто рецепт. Сегодня я готовлю очень вкусный десертный хлеб. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. И для него мне понадобится 150 грамм пшеничной муки высшего сорта, 100 грамм цельнозерновой пшеничной муки, 180 миллилитров воды, 20 грамм сахарного песка, 5 грамм соли, 20 грамм какао-порошка, я взяла еще 40 грамм вяленой клюквы, можно взять вишню, будет очень вкусно, и 100 грамм пшеничной опары. С вечера к 15 грамм пшеничного стартера я добавила 60 грамм воды и 60 грамм пшеничной муки высшего сорта. Все перемешала и оставила на 10-12 часов. И получилась у меня вот такая вот пшеничная опара. В миску наливаю воду, добавляю практически всю опару, мне надо 100 грамм. Немножко опары я оставляю как стартер для следующей выпечки. Перемешиваю опару с водой, далее добавляю какао и всю муку, высший сорт и цельнозерновую. И замешиваю тесто. Пока замешиваю только до увлажнения муки. Получается оно вот такое. Закрываю тесто пленкой и оставляю на аутолист на 30-40 минут. И теперь по очереди вмешиваю сахарный песок и соль в тесто. Начинаю я с сахара. И уже вымешиваю тесто. Он должен хорошо распределиться в тесте и раствориться. Как только сахарный песок разошелся, добавляю соль. И точно так же хорошенько вымешиваю. И окончательно вымешиваю тесто до гладкости. Когда поверхность теста стала гладкой, я прекращаю замес. Миску я слегка смазываю растительным маслом. Прям совсем чуть-чуть. И перекладываю в нее тесто. Закрываю пленкой и оставляю на брожение на 3-3,5 часа. За это время я сделаю два складывания теста. И во время первого складывания я буду вводить клюкву. У меня прошел 1 час. И теперь я буду вводить клюкву. Рабочую поверхность слегка смачиваю водой. Выкладываю на нее тесто. Руки я также смачиваю водой. И растягиваю тесто. Распределяю клюкву по всей поверхности. Слегка ее придавливаю. И складываю тесто. Перекладываю тесто в миску. И оставляю дальше на брожение. Через час я сделаю снова растягивание и складывание теста. Но только уже обычное. В мисочке. У меня прошел еще один час. И теперь тесто я просто растягиваю. Руки при этом можно увлажнить водой. Тесто уже становится очень мягкое, воздушное. И оставляю его дображивать еще на час-полтора. Хлеб у меня хорошо выбродил. Посмотрите, как он увеличился в размере. Стал воздушный. И теперь мне его надо будет сформовать. Стол я слегка припыляю мукой. И выкладываю тесто. Постарайтесь прятать всю клюкву вовнутрь. И перекладываю тесто в корзинку. Снова накрываю пленочкой. И оставляю уже на расстойку на 1-1,5 часа. Хлебушек у меня расстоялся. Посмотрите, какой он воздушный стал. Перекладываю его на пергамент. Сверху слегка присыпаю мукой. И лезвием делаю надрезы. И ставлю его выпекаться в очень хорошо разогретую духовку. Перекидываю вместе с пергаментом на разогретый противень. Противень, так же как и духовка, у меня разогревались 1 час. Первые 10 минут выпекаю при температуре 250 градусов с паром. Затем температуру убавляю. Пар слегка выпускаю из духовки. И продолжаю выпекать его еще при температуре 200 градусов примерно 20 минут. И, конечно же, смотрите на особенности своей духовки. Режим духовки я использую верх-низ без конвекции. КОНЕЦ И вот такой шикарный десертный хлеб с клюквой и на пшеничной закваске у меня получился. Он очень необычный, интересный по вкусу, с легким шоколадным ароматом, воздушным нежным мякишем. Прекрасный хлеб, который дополнит чашечку чая или кофе. Для его приготовления обязательно возьмите хорошее какао, тогда и вкус, и аромат вас порадуют. От всей души рекомендую вам его попробовать. Это очень интересный и вкусный хлеб. Готовьте с любовью и удовольствием, радуйте себя и свою семью. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Я всех от души благодарю за просмотр, желаю вам прекрасного настроения. До скорых встреч и пока-пока!